Одно из самых красивых и благополучных поселений Славянского района – это Анастасиевское сельское поселение. В станице Анастасиевской и в хуторах Ханьков, Прикубанский и Урма проживают около 12,5 тысяч жителей. Поселение известно своей развитой экономикой и хорошим благоустройством. Каждый год здесь происходят изменения к лучшему. В этом мы убедились, побывав на сессии Совета поселения. О том, чего удалось добиться за прошлый год, глава Анастасиевского сельского поселения Александр Семко на расширенной сессии Совета доложил жителям и депутатам. Был сделан подробный анализ сделанного. За 2023 год поселением выполнены плановые показатели по формированию бюджета. Собственные доходы выросли на 6 миллионов 334 тысячи рублей. На выполнение мероприятий по благоустройству, жилищно-коммунальному хозяйству, безопасности дорожного движения за год было израсходовано 44 миллиона 873 тысячи рублей. 31 миллион 149 тысяч рублей пошло на ремонт улично-дорожной сети. На выполнение мероприятий по благоустройству, жилищно-коммунальному хозяйству, безопасности дорожного движения в 2023 году было израсходовано почти 45 миллионов рублей. Основные расходы были произведены на ремонт улично-дорожной сети. Их объем составил 31 149 000 рублей. Основными программами, исполнение которых осуществлялось на территории поселения, стали капитальный ремонт асфальтно-бетонных дорог и ремонт дорог общего пользования. Выполнен капитальный ремонт по фамилии дороги по улице Пролетарской от улицы Красной до улицы Краснодарской протяженностью 549 метров на сумму более 10,5 миллиона рублей. То есть за счет средств кроевого бюджета на сумму 10 миллионов 132 тысячи рублей. Также была обустроена универсальная спортивная площадка. Установлено 48 дорожных знаков. Без малого 5 миллионов 700 тысяч рублей пошло на устройство и ремонт уличного освещения. Свыше 5700 кубометров щебня израсходовано для обустройства щебеночных дорог. Сделано было много и результаты видны всем. Благодаря участию в целевых программах и активной жизненной позиции главы поселения удалось обеспечить благоустройство на более высоком уровне. Александр Семко поблагодарил всех, кто внес свой весомый вклад в развитие. Глава Славянского района Роман Синеговский хорошо отозвался о работе главы поселения и его команды. Здесь не забывают ни одно направление работы. Работает большая команда. Один, как говорится, в поле не воин. И задача главы, все-таки, прежде всего, сформировать команду правильно, подобрать людей, да, создать условия нормальные для работы, чтобы люди могли реализоваться, раскрыться, чтобы у них была инициатива какая-то. Поэтому, наверное, все это делается. И мы услышали, много работы было выполнено, что касается и дорог, и в целом не было больших жалоб, что касается у нас воды, электроэнергии, газоснабжения, потому что это тоже полномочия главы поселения. 5 708 кубов щебня было завезено. Но я всегда привожу пример, что Анастасийская хорошая практика, где вы сообща выполняете эти работы. Также Роман Синеговский рассказал о том, что было сделано в 2023 году по социально-экономическому развитию муниципалитета. В поселении еще, конечно, есть нерешенные вопросы. Но они решаются. И с каждым годом проблем становится меньше. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовко отметил, что депутаты районного совета сделали многое для поддержки динамичного развития сельского поселения. Мы тесно взаимодействовали с администрацией, со специалистами администрации, с хозяйствующими субъектами на территории нашего поселения. Проводили ежемесячные приемы граждан на своих избирательных участках. Стараемся оказывать всякую помощь в рамках своих полномочий. Не просто вступить в программу и, как говорится, она сама-то поплывет и решится. А это кропотливая, трудная работа, экспертизы, проекты. Надо довести техноцорию, чтобы самое главное на выходе качественно было построено. У нас все объекты, слава Богу, все качественно и добротно построены. Спасибо, наверное, Александру Григорьевичу, администрации, что так у нас всегда есть. И я думаю, так и будет. Впереди много задач. Затем собравшиеся задали свои вопросы, на которые получили конкретные и подробные ответы. Власть на местах взаимодействует с жителями и отлично знает их нужды. Анастасиевцы не остаются в стороне при решении общественно важных проблем. Это взаимопонимание и сотрудничество помогают общему делу. Станица очень чистая, исключительно. Все дворы ухоженные. На улицах нет ни одной соринки. Я просто поражаюсь. Это исключительный глава, который всего себя отдает работе. Которому в любое время, если срочно нужно попасть, он всегда примет. На улице идет, где-то в кабинете сидит или что-то еще. Всегда поможет советам. И все, что нужно, всегда поможет. При нем открыли храм. Я с большим уважением отношусь к нему. И всегда, если нужна будет какая-то помощь, я готова помочь. Очень люблю свою станицу. В этом году она стала еще красивее. У нас открылся новый храм. В этом заслуга очень большая. Это вот, можно сказать, детище нашего главы Александра Григорьевича Симко. Наша станица хорошая. С каждым годом у нас живут замечательные люди, которые любят свою станицу. Стараются, чтобы она стала еще краше. Нашему детскому саду было присвоено звание «Казачий детский сад». Что это значит? Это значит, что у нас растут юные казачата, которые любят свою малую родину, которым мы прививаем с детства любовь к своим предкам. Учим их, изучаем мы историю с ними. Большие задачи стоят перед поселением и в нынешнем году. Планируется участие в краевых и федеральных программах. Работы по благоустройству будут продолжены. По итогу расширенной сессии депутаты единогласно признали работу главы администрации поселения удовлетворительной. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко. Программа «События». Продолжение следует... Продолжение следует...